Когда газ пришел в заречную часть города, люди решили, что проблем с отоплением у них не будет. Многие даже избавились от печей. Но, как оказалось, поспешили. Наэля Кадирова, проживающая по адресу улица Мира-2, свое жилище отапливает по-прежнему, хотя все строительно-монтажные работы в ее домовладении сделаны. Представитель компании из Урюпинска уверен, что теперь дело за Ахтубинскими газовиками. В случае с домовладением Найли Кадировой, строительно-монтажные работы делала компания из Урюпинска. А еще одна компания из того же Урюпинска должна была взять дом на газовое обслуживание. Но сделать это можно только тогда, когда будут выполнены работы по технологическому присоединению. Наша организация проводила строительно-монтажные работы. Работы выполнены все в срок и подготовлены к пуску. Исполнительная документация была передана эксплуатационной организации ИП Кучура. Данная организация приехала на пуск газа. Данная организация выполнить пусконаладочные работы не может, так как «Газпромгазораспределение» не выполнили технологическое присоединение. Наиля Кадирова говорит, что все документы оформляла вовремя, деньги платила и ожидала, что газ придет в ноябре, как ей и обещали. Но в народе говорят, что обещанного три года ждут. И читая договор о технологическом присоединении домовладения к сетям газораспределения, мы обратили внимание на пункт, где определен срок выполнения этих работ. В договоре черным по белому пропечатано 240 дней с момента подписания данного документа. Ну а поскольку он был подписан в октябре 2020 года, то, соответственно, компания «Газпромгазораспределение Астрахань» ничего не нарушила. Конечно, 8 месяцев для подключения это многовато. И почему астраханская компания, представительство которой есть и в Ахтубинске, назначила именно этот срок, до которого пенсионерам еще дожить надо, непонятно. К решению этого вопроса подключились депутаты Думы Астраханской области Алексей Фурик и Андрей Карасев. К ним с подобными проблемами люди обращаются часто. Я этим вопросом занимаюсь уже третий или четвертый месяц, потому что у меня были и коллективные заявления граждан, в том числе по ситуации с получением технических условий. Люди переживали, что зима подходит, и надо, как говорится, быть в тепле, с газом. Сейчас мы увидим, что на дворе январь месяц. По каким-то причинам даже договор у людей заключен на подключение. Им отказывают, затягивают все это дело. Я думаю, что это предмет разбирательства. Наши действия – обращение в прокуратуру Астраханской области для проведения, так скажем, надзорных действий. Почему происходит такая чехарда со сроками, контролирующие органы, наверное, разберутся. Тут возникает другой вопрос. Почему Ахтубинцы заключают договоры на строительно-монтажные работы с компанией из Урюпинска, а не с Ахтубинскими газовиками, с которыми нет проблем по технологическому присоединению? Ответ простой – потому что дешевле. И тут только один совет – внимательно читайте условия договора. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.